Доброе утро, дорогие телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 19 мая. В нашей республике продолжается приём заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов главы региона на развитие гражданского общества в Якутии на 2021 год. В этом году принимаются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, предусматривающие осуществление деятельности по 25 направлениям. Более подробно об этом конкурсе нам сегодня расскажет исполняющая обязанности заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Надежда Махначевская. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студию и задавать свои вопросы нашему гостю. Телефон студии прежний 320066-32166. Ну и, конечно же, наш WhatsApp-номер работает. Его номер 8-964-428-8818. Можете отправлять свои вопросы по WhatsApp. Итак, Надежда Вячеславовна, скажите, пожалуйста, как правильно заполнить заявку на участие в конкурсе грантов? Так, действительно, 6 мая текущего года Министерством по делам молодёжи и социальным коммуникациям при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации объявлен конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие институтов гражданского общества этого года, текущего года. И конкурс, приём заявок у нас начался 9 мая и продолжится он в течение 30 календарных дней до 7 июня включительно. Конкурс у нас с прошлого года проводится в электронном формате. Все заявки, весь конкурс проводится электронно на сайте grants.yakucia.click Прежде чем подать заявку, некоммерческие организации должны зарегистрироваться на портале и нажать кнопку «Подать заявку». Высвечиваются 7 разделов. По 7 разделам заполняется заявка. И после того, как все разделы заполнятся, некоммерческие организации должны подтвердить свою заявку. То есть выводится там специальная форма заявки, подписывается, скрепляется печатью и заносится в формате PDF уже на портал. Для чего это сделано? Понятно, что для удобства некоммерческих организаций мы не стали просить электронные цифровые подписи. И таким путем некоммерческие организации подтверждают, что они действительно подали заявку. И подписать должен человек, который уполномочен подписать. Если подписывает другой человек, в принципе, это тоже возможно, то должна быть нотариально заверенная доверенность. Хочу сказать про сумму грантов. Если в прошлом году мы гранты главы объявляли только по средствам, которые выделяются из государственного бюджета республики на сумму 56 миллионов рублей. В этом году мы приняли участие в федеральном конкурсе. От главы республики Айсен Сергеевича Николаева была подана заявка в фонд президентских грантов. И нам выделили 42 миллиона дополнительно. 41 миллион 989 тысяч. Ну, порядка 42 миллионов. И сумма грантов в этом году у нас практически в два раза увеличена по сравнению с прошлым годом. И составляет 103 миллиона. Ну, я еще знаю, что в этом году произошли другие изменения. Имеется в виду по направлениям увеличилось количество. И с 19 до 25. Да, вот расскажите, какие новые направления в этом году появились. Да, в прошлом году мы конкурс проводили по 16 направлениям. В этом году, в связи с тем, что мы видим активность некоммерческих организаций очень большая по участию в этом грантовом конкурсе и вообще в грантовых конкурсах. И сумма у нас увеличилась. В этой связи мы все-таки расширили направление грантов, расширили тематики направлений. То есть каждое направление включает в себя такое понятие, как тематика. По каким темам можно писать по этому направлению гранты. И в этом году дополнительно включились такие направления, как поддержка территориальных общественных самоуправлений. Это ТОЛЬБА. Каждый год этот вопрос ставится и органами местного самоуправления, и общественными организациями. В этом году у нас есть возможность, и мы включили дополнительно это направление. Есть также направление по поддержке муниципальных ресурсных центров. В любом случае развитие некоммерческого сектора, оно проводится также посредством того, что в муниципальных районах должна проводиться соответствующая работа. Некоммерческая организация, которая создана, допустим, в каком-нибудь районе, она должна получить соответствующую консультацию, как, допустим, подготовить те же грантовые заявки, либо как вообще учредить некоммерческую организацию и так далее. И тех возможностей, которые мы на сегодняшний день имеем, а работают по ним только специалисты администрации, их не хватает. Поэтому это направление тоже включено как одно из направлений. Кроме того, такие направления актуальные у нас включились, как поддержка семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, направленные на популяризацию государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия и многие другие направления. Со всеми этими направлениями также можно ознакомиться на сайте. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Девушка, здравствуйте. У меня вот такой вопрос, да? От имени инвалида, незрячего, и у него возрастная категория немолодежная. А вот если сын от его имени может участвовать в этом гранде, например, на публикацию про северных народов, книга давно не издана, потому что она вот этим даже подходит, годы Арктики. И у него, там, не имеете в виду, что у него будут штатные работники, а по прямому назначению вот хотелось бы. Дело в том, что сын еще в школе, вот когда он был венкором, у него публиковались и рассказывают деды, скажем, да, вот которые сказаны и отцу. И вот если его попросить, он бы, наверное, принял участие от имени отца. Вот такое возможно допустить? Спасибо за вопрос. В конкурсе у нас принимают участие только юридически зарегистрированные социально ориентированные некоммерческие организации. Регистрация проходит через Министерство юстиции. К сожалению, физические лица не имеют возможности участвовать в данном конкурсе. Что касается поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, то у нас есть направление, мы это направление, кстати, в этом году и в рамках Года здоровья расширили, охрана здоровья граждан. По этому направлению, в принципе, могут дать, но необходимо обязательно подать заявку от некоммерческой организации. Скажите, пожалуйста, а кто является экспертом конкурса и сколько вообще экспертов будут оценивать работы в этом году? В этом году полэкспертов у нас увеличен, порядка 50 человек. И в прошлом году у нас было 28 экспертов, то есть практически тоже в два раза мы полэкспертов увеличили. Экспертами могут быть, в принципе, любые люди, но они должны быть экспертами именно в данном направлении. Допустим, по образованию должен быть эксперт, который разбирается в сфере образования, имеет определенную характеристику. И если в прошлом году у нас экспертами выступали только люди, которые живут в республике Саха-Якутия, из республики, то в этом году мы пошли на такой опыт, что привлекли экспертов из других субъектов Российской Федерации. А какие субъекты теперь будут задействованы? В этом году включились такие субъекты, как Новосибирск, Камчатка и так далее. Вот те эксперты, с которыми, те некоммерческие организации, в принципе, с которыми мы имеем опыт работы, они люди достаточно проверенные, даже город Москва у нас представлен. И необходимо отметить, что эксперты у нас работают бесплатно, то есть бесплатно им приходится проверять заявки, поэтому понятно, что на одного человека мы не можем дать очень большое количество проектов на проверку. Скажите, а какие требования к участникам конкурса, кроме того, что это должны быть некоммерческие организации? Требования в этом году по сравнению с прошлым годом тоже изменились. В прошлом году мы, если смотреть вообще по документам, что требуются, какие документы. В прошлом году мы очень много просили справок с налоговой подтвердить, о том, что нет задолженности, с Министерством юстиции, о том, что организация не состоит в реестре реорганизуемых, ликвидируемых организаций и так далее. То в этом году мы доработали портал таким образом, что все это проверять мы будем самостоятельно. Что требуется от некоммерческих организаций? Во-первых, они не должны быть в реестре реорганизуемых, ликвидируемых реорганизаций. У них не должно быть задолженности. И причем вот эта вот информация, она вся должна быть в программе налоговой. То есть до того, как некоммерческая организация подает заявки, рекомендуется проверить свои пени, штрафы, задолженности в бюджет различных уровней. И уже только после этого подать заявку. Потому что в прошлом году были такие случаи. Вообще без разницы. Одна копейка задолженности, один миллион задолженностей. И организация имеет задолженность. И есть у нас федеральное законодательство, в соответствии с которым мы тоже разработали свой порядок. То есть вообще не должно быть долгов. Даже одна копейка, она считается долгом. Поэтому мы рекомендуем очень некоммерческим организациям, членам НКО, чтобы проверяли в первую очередь вот эти позиции. Что касается документов, то в этом году заявки принимаются только по одному документу. Это устав организации. Но устав организации тоже нужно отсканировать в надлежащем виде. Все внесения изменений в устав тоже должны быть отсканированы. И нам должна быть видна печать Министерства юстиции. Что действительно вот этот устав прошел там определенную процедуру постановки на учет. А что такое форма подтверждения заявки? Да, вот форма подтверждения заявки я вначале как раз таки рассказывала. После того, как заполняют все семь разделов, да, пунктов, разделы называются заявки, высвечивается в Excel уже автоматически портал будет выводить всю заполненную в Excel форму заявки. Ее распечатывают, подписывают, скрепляют печатью, ставят галочки, где согласие на обработку персональных данных. И уже сканируют и прикрепляют форму подтверждения заявки. Это и будет у нас формой подтверждения заявки. Подтверждением того, что некоммерческая организация подала свою заявку. Как узнать, на какой стадии находится рассмотрение заявки? Да, рассмотрение заявки у нас состоит из нескольких стадий. Во-первых, некоммерческая организация подает свою заявку, появляется статус на доработке. Есть несколько таких... Моментов, да? Да, момент. Давайте мы об этом поговорим чуть позже, после рекламной паузы. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы нашей гости. Сегодня мы говорим о конкурсе грантов главы нашей республики. Доброе утро, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. И мы продолжаем говорить о том, как принять участие в конкурсе грантов главы нашей республики. Напоминаю, что сейчас идет прием заявок. Сегодня в студии у нас исполняющая обязанности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям нашей республики Надежда Махначевская. И, Надежда Вячеславовна, давайте продолжим отвечать на вопрос, как узнать, на какой стадии находится рассмотрение заявки. Ну, если по-простому объяснить, да. Некоммерческая организация подает свою заявку, у нее появляется статус на проверке. На проверке поступает на первичную проверку к администратору конкурса. Администратором конкурса у нас является некоммерческая организация, также фонд, единый ресурсный центр. В течение пяти календарных дней единый ресурсный центр проверяет заявку. Если не хватает каких-то документов, неправильно что-то заполнили, в течение пяти календарных дней направляется на доработку. То есть можно донести? Да, можно потом доотправить эти документы. Некоммерческая организация также. Доработка приходит на личный кабинет и на электронную почту автоматически. Так что в течение пяти календарных дней, как только направили заявку, нужно следить за своим личным кабинетом, за электронной почтой, которую указали. Далее. В течение пяти календарных дней некоммерческая организация также направляет повторно на проверку. Проверку прошли, поступают в Министерство молодежи к полномочному органу на дальнейшую проверку. После этого уже нельзя дорабатывать проекты. И те заявки, которые поступили после 2 июня, допустим, если мы говорим о сроках текущего года, до пяти календарных дней, до окончания приема заявок, эти проекты на доработку не направляются. Поэтому тоже просьба некоммерческим организациям. Мы рекомендуем дать свои заявки до 2 июня. Ну получается, что у этих тогда заявок будет меньше шансов на успех, да? Да, меньше шансов на успех. Далее есть у нас такие статусы, как отклонен, как на экспертизу. После того, как мы проверяем заявку, мы уже делаем список тех заявок, которые отклонены, и тех заявок, которые мы направляем на экспертизу. Те заявки, которые мы отправляем на экспертизу, по ним статус становится на экспертизу, по отклоненным отклонен. И статус после экспертизы уже либо победитель конкурса, либо заявка отклонена. А на какую сумму стоит запланировать свой проект? Вообще сумма проекта, конечно же, зависит от того, какое количество благополучателей будет, насколько масштабен этот проект, грубо говоря. Максимальная сумма заявки, она может соответствовать сумме по направлению. Допустим, если по направлению государственных официальных языков у нас предусмотрено 3,5 миллиона рублей, то максимальная некоммерческая организация по этому направлению может подать на 3,5 миллиона рублей. Ну и меньше, начиная от 50-100 тысяч. Можно ли заключить договор гражданско-правового характера с индивидуальным предпринимателем? Да, договора гражданского правового характера у нас в соответствии с гражданским кодексом подписываются с юридическими лицами, в том числе с индивидуальными предпринимателями. Может ли руководитель проекта быть не директором НКО? Может. Заявку может подписать любой член некоммерческой организации. Если у члена некоммерческой организации нет права подписи в заявке, то дополнительно предоставляется такой документ, как нотариально заверенная доверенность. Как можно использовать средства гранта? Средства грантов. Тут тоже есть у нас по сравнению с прошлым годом изменения. Они могут направляться и на фонд оплаты труда, и на оплату налогов, страховых взносов, на офисные расходы, на командировочные расходы, на организацию тех или иных мероприятий, на услуги связи. Понятно, что многие у нас проекты подаются на те или иные мероприятия. В рамках проекта проходятся образовательные семинары, какие-то форумы и так далее. И в прошлом году у нас было такое, что мы ограничивали по процентовке. Например, на оплату труда можно было использовать до 20% от суммы бюджета проекта. В этом году таких ограничений у нас нет. Еще один вопрос. Если по одному направлению не поступила ни одна заявка или поступила только одна заявка, как будет в этом случае? На практике у нас таких случаев не было, что не поступила ни одна заявка. Если не поступила ни одна заявка, мы деньги по этому направлению направляем в доход госбюджета обратно, не выделяем средства. Если поступила одна заявка, то она автоматически, если она проходит первичную проверку по требованиям, то она определяется победителем конкурса. Если по направлению остается еще средство после распределения победителем их запрашиваемой суммы, кому передаются эти средства? Бывают вот такие вот случаи. Если рассказать на примере. Допустим, по направлению у нас предусмотрен 1 миллион рублей. Поступили несколько заявок, и победителям определены, в список победителей включаются заявки на сумму 500 тысяч рублей, потом 300 тысяч рублей. У нас остается 200 тысяч. Следующая заявка, которая может быть победителем, написана на 300 тысяч рублей. Мы даем выбор для некоммерческой организации. Первое – это привлечь дополнительные средства на реализацию, какие-то внебюджетные средства, можно на 100 тысяч, да? Можно отказаться вообще от получения гранта, что на такую сумму я этот проект не реализую на оставшиеся 200 тысяч. Либо можно уменьшить расходы пропорционально и показатель эффективности по этому проекту. Это уже от выбора некоммерческой организации. А есть ли у организации одинаковые баллы? Как в этом случае вы поступаете? Такие ситуации тоже есть. Если одинаковые баллы, то мы смотрим по дате и времени предоставления заявки. То есть вот тут тоже плюс. Если ты раньше подал, у тебя больше шансов. То есть побеждает тот, кто первый подал заявку. Так, еще один вопрос. Какие документы требуются для участия в конкурсе? Для участия в конкурсе, ну я как сказала уже, устав должен быть отсканирован в читаемом виде со всеми внесенными дополнениями и изменениями. Могут быть такие случаи, что первоначальный устав организации только включили, дали заявку, документы к заявке. И написали проект, допустим, по направлению охраны здоровья граждан. А в устав включили данный вид экономической деятельности при внесении изменений в устав. А этого документа у нас нет. Мы, соответственно, отклоняем эту заявку. Чтобы таких моментов у нас не было, нужно все изменения в устав обязательно тоже подавать, сканировать в формате PDF и подавать. Второй документ, но он необходим не для всех, если только подписывает тот человек, который не имеет права ставить подписи от имени организации. Ну и форма подтверждения заявки, это как бы обязательное, тоже обязательное требование. Я так поняла, что эксперты оценивают работы участников по бальной рейтинговой системе, да? А кому полагаются дополнительные баллы? И вообще вот они бывают, да? Дополнительные баллы есть. Эксперты у нас заявки оценивают по 10 критериям. Они у нас все есть в порядке и в методических рекомендациях по заявке портала. Кстати, с ними можно тоже также ознакомиться на портале в разделе «Конкурсная документация». То есть 10 критериев и по каждому критерию максимальный балл 10 баллов. От 0 до 10 баллов может ставить эксперт. Итого максимальная сумма заявки у одной организации может быть 100 баллов. То есть 10 баллов получил по всем критериям. Первый эксперт получил... Одну заявку проверяет один эксперт. Один эксперт поставил 100 баллов. Второй эксперт поставил также 100 баллов максимально. Прибавляется, делится на 2. И среднее архметическое 100 баллов у нас называется оценкой средним баллом проекта. И к этому баллу еще можно дополнительно получить 5 баллов, если организация состоит в реестре исполнителя общественно-полезных услуг. Но все, в принципе, некоммерческие организации у нас знают, что это такое, да, реестр исполнителя общественно-полезных услуг. Этим вопросом у нас занимается министерство. Юстиции по Республике Саха-Якутия. И такой реестр у нас один по Российской Федерации. Так, в какой срок должен быть реализован проект? Реализация проектов у нас начнется с 1 сентября. Весь конкурсный отбор с учетом направления денег уже победителям грантов мы должны завершить до конца августа текущего года. И с 1 сентября начинается реализация проектов. Максимальный срок реализации проектов 12 месяцев, то есть максимально до 31 августа 2022 года можно реализовать проект. Но в порядке у нас еще предусмотрен такой пункт, что может быть случай, который не зависит от некоммерческой организации. Допустим, по вине транспортной компании вовремя не пришло оборудование, не успевают они в срок реализовать проект. Или вот тот же ковид, не провели мероприятие, потому что запрет. Можно до окончания срока реализации проекта подписать с нами дополнительное соглашение, но нужно очень хорошо обосновать, что это действительно причина, независящая от организации. И мы подписываем дополнительное соглашение, можем продлить максимально на 6 месяцев реализацию проекта. А одна организация может подать сразу несколько заявок по разным направлениям? Да, может. Одна организация может, в принципе, и 25 заявок подать по каждому направлению по одной заявке. Но выигрывает только один проект одной организации. То есть, если победителям определиться в список потенциальных победителей, мы включаем более от двух и более заявок одной организации, то мы даем тоже выбор организации, выбрать один проект, и победителям может быть определён только один проект. То есть, приоритетный проект какой-то, да? А организация, которая участвует в других грантовых конкурсах, может принять участие в этом конкурсе? Да, организация, которая участвует в других грантовых конкурсах, может принять участие. Но тут тоже есть такая оговорка, что цели, вообще расходы организации, они не должны быть одинаковые. То есть проекты должны быть разными. Да, разные проекты. Когда мы узнаем победителей конкурса, и когда перечислятся деньги, и когда начнется... Ну, реализация проекта, вы уже сказали. Победителей мы узнаем в 20-х числах августа, и до конца августа деньги мы перечислим и коммерческим организациям. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, спасибо за полезную информацию. Я думаю, что для многих наших радиослушателей и телезрителей сегодняшняя информация об участии в конкурсе грантов главы была очень полезна, была очень интересна. Друзья, сейчас мы прерываемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, потому что после рекламы мы продолжим говорить о конкурсе грантов главы нашей республики. И уже поговорим о том, какие проекты сейчас реализуются. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, звоните нам в студию и задавайте свои вопросы. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем тему грантов главы нашей республики. Напомним, что в целом общая сумма грантов в этом году составит 103 миллиона 539 тысяч рублей. Когда как в прошлом году ее сумма была почти в два раза меньше 56 миллионов. Кроме того, в этом году увеличилось количество направлений конкурса с 16 до 25. Любопытно, сколько заявок на участие в конкурсе грантов главы нашей республики будет в этом году. Например, в прошлом 2020 году эта цифра составила 256. И среди них был наш следующий герой. Я рада приветствовать Айлана Винокурова, директора ресурсного центра поддержки добровольчества нашей республики, который по итогам прошлого года стал обладателем гранта главы нашей республики. Айлан, доброе утро! Доброе утро! Я напоминаю, друзья, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы по телефону номера и по WhatsApp. Айлан, скажите, для начала по какому направлению вы приняли участие в конкурсе грантов главы? Да, в прошлом году, получается, в рамках гранта главы республики мы приняли участие по направлению развития добровольчества. Развитие добровольчества волонтеров в республике Саха-Якутия. И, соответственно, стали победителями в этом направлении. А какую сумму вы получили? Получается, в прошлом году для реализации нашего проекта, ресурсного центра поддержки добровольчества, мы выиграли 3 миллиона 400 тысяч рублей. Довольно-таки, да, это хорошая сумма, действительно. И в рамках этого проекта у нас по сей день проводятся различные мероприятия. Ну, получается, что в рамках этого проекта вы создали ресурсный центр, да? А в чем заключается его деятельность, в чем функции? Получается, если немножко предысторию рассказать, да, в 2018 году у нас в России есть большая организация, Ассоциация волонтерских центров России. Вот, мы, получается, с 2017 года являемся членами нашего центра, да, вот центр. И в 2018 году мы включились в эту программу. У них есть целая федеральная программа, как ресурсный центр добровольчества, да, то есть во всех регионах России они развивают добровольчество. Вот, и как раз-таки мы стали исполнителями этой программы, и как раз-таки вот решили создать такой центр, вот, как ресурсный центр поддержки добровольчества, да, у нас в республике, и, соответственно, основная задача этого центра – сконсолидировать все добровольческие организации, которые есть у нас в республике, да, поддерживать их, да, то есть методически, помещением, различные там ресурсные поддержки и так далее. Вот, то есть основная задача лежит в этом, чтобы объединить все эти добровольческие организации в одну большую организацию, да, вплотить и уже работу вести системно. — Интересно, а как много вот волонтерских движений в нашей республике было вот до появления вашего ресурсного центра? — На самом деле, действительно, у нас вообще, если так сказать, да, развитие добровольчества в республике началось с 2012 года активно, да, с Игр Дети Азии, да, официально, и в том году вот был создан наш центр по работе с волонтерами республики Саха-Якутия, да, получается. И на самом деле добровольческих организаций много. Особых крупных у нас в республике, это где-то порядка восьми организаций, да, которые постоянно действуют, то есть они работают и так далее, да. Но и помимо этого у нас во всех районах республики есть представители. То есть это не обязательно должна быть там какая-то конкретная добровольческая организация, это может быть общественная организация, да, которая реализует добровольческие проекты и так далее. И они тоже занимаются добровольской деятельностью. А вот по вашему направлению, направлению добровольчества, да, как много было заявок, сколько конкурентов у вас было? В прошлом году, если честно, более десяти, по-моему, проектов было. Да, более десяти проектов было, и вот два проекта выиграли. Наш и, получается, общественная организация «Город добра». А вот в чем было преимущество вашего проекта, как вы думаете? Ну, скорее всего, это большую роль сыграло в том, что вот ресурсный центр должен сплотить все эти организации, да, в том, что должна быть одна единая большая база, вот, потому что в рамках этого проекта я еще в будущем расскажу, что реализуется, да, что какие миры предпринимались. И, соответственно, то, что вот у нас по всей России вводятся, реализуются национальные проекты, у нас в рамках национального проекта образования есть программа «Социальная активность». Вот это как раз-таки развитие добровольчества. То есть мы, если вот так сказать, до 2024 года, да, в рамках вот национального проекта образования должны вовлечь в добровольскую деятельность 20% населения республики. Довольно-таки, да, вот хорошая цифра. И как раз-таки, чтобы реализовать, то есть мы как раз-таки будем, ну, входим в эту программу как исполнители, да, как со-исполнители совместно вот с Министерством молодежи Республики Саха-Якутия. Мы очень хорошо и плотно сотрудничаем, да. И вот, соответственно, скорее всего, вот это и сыграло особую роль. Ну и то, что вот вплотить в одну организацию и предоставлять различные услуги. То есть бесплатно. Мы добровольно помогаем всем организациям, да, создать добровольческие организации, волонтеров обучаем и так далее. А Иван, вот, а какой совет вы можете дать тем, да, некоммерческим организациям, тем участникам, которые хотят в этом году принять участие в конкурсе грантов главы, именно вот по вашему направлению добровольчества? Так, по нашему направлению хочу дать очень хороший совет. Действительно, как уже и ранее отметил, да, национальный проект, это у нас сейчас в первую очередь это же приоритетное направление у нас по всей стране и в республике, да. Поэтому важно отметить количество добровольцев, которые они в рамках своего проекта будут привлекать, причем новых, не то, что вот то, что есть у них добровольцы, там 20 человек, да, а вновь вступивших людей, которые вот только зарегистрировались как добровольцы, заинтересовались добровольчеством, да, то есть увеличение вот этого количества, они должны обязательно показать, да, мне кажется. И, соответственно, вот совместная работа по реализации различных социальных акций. Вот. Расскажите о вашем ресурсном центре, что вы уже успели сделать за это время? В рамках нашего проекта действительно проведена очень большая работа, да, действительно вот этот грант, который мы выиграли, мне кажется, дал очень хороший большой толчок именно в части развития добровольства нашей республики. Самое крупное, то у нас появилось помещение. Это в центре города, здесь на Рженикидзе 10 у нас появилось свое помещение. Мы как раз-таки вот недавно закончили в нем ремонт, получается, да, окончательно. И у нас официально открывается ресурсный центр, где все общественные организации, не только добровольческие, да, причем все общественные организации могут собираться. У нас там есть большой зал, у нас есть свой конференц-зал и так далее. То есть они могут свои мероприятия проводить. То есть это конкретно, ну, появилось место, можно сказать, да, где они могут собираться. Они могут собраться, проводить свои мероприятия, да, то есть у нас там и телефон, и интернет, все есть, то есть, да, и компьютеры есть, да, чтобы добровольческие организации смогли заниматься спокойно, да, чтобы справились свои мероприятия, вот. И помимо этого у нас как раз-таки вот в рамках этого гранта очень большая работа была проделана по акции «Мы вместе». Мы об нем неодноградно говорили, оно и до сих пор сейчас идет, да. Все мы знаем, что у нас граждане 65+, до сих пор для них сохраняется режим самоизоляции, да. И ежедневно в этой акции у нас вот принимают участие добровольцы по всей республике. Причем мы являемся основным координатором этого, да, Республиканского волонтерского корпуса, вот совместно с Министерством молодежи. И как раз-таки вот в рамках этого проекта мы организовали вот этот большой корпус. То есть на сегодняшний день более 48 тысяч заявок выполнено по всей республике. Это, то есть однократная продуктовая помощь. То есть наша бабушка оставляет заявку, дедушки, да, и волонтеры выполняют то, что им нужно. То есть вещи первой необходимости и продукты и так далее. А чему вы обучаете волонтеров? Волонтеров мы в основном обучаем как раз-таки по своему направлению. У волонтерства же есть несколько направлений основных, да. Это у нас социальное волонтерство, это у нас волонтерство в сфере здравоохранения, да, волонтеры-медики. Психология, наверное. Да, волонтеры-психологи вот с прошлого года у нас велись, да. Вот, потом волонтеры-победы, волонтеры-культуры, серебряные волонтеры. То есть на самом деле у добровольцев очень много направлений, то есть если так все перечислить, можно бесконечно, да, перечислять. Вот. И как раз-таки мы вот по нашим основным направлениям мы их обучаем. Как раз-таки, то есть к социальному волонтерству, если сказать, да, мы обучаем волонтеров то, что те ребята, которые вот работают по этому направлению, они в основном работают с пожилыми людьми, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, да. То есть тут, соответственно, мы их обучаем, как правильно с ними разговаривать, да. То есть как надо найти подход к этим людям. То есть в этом нам помогают вот психологи наши, да, волонтеры-психологи и Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи, да, за то, что им вот большая благодарность. То есть это же проект, то есть в нем участвуют многие люди, да. И поэтому вот как раз-таки проводятся различные такие курсы. А кроме психологов кто еще обучает? Кроме психологов мы у нас есть, получается, по всей России большой портал, добро.рф называется, да, добро.рф на русском, можно либо добро.ру на английском, да. Это прям большая, честно, не побоюсь этого слова, экосистема, где сконсолидирована вся добровольская деятельность России. То есть в этом сайте у нас зарегистрированы все добровольцы, которые у нас есть, да, все проекты, все мероприятия, которые у нас проводятся в сфере добровольства, все регистрируется через этот сайт. Сейчас этот сайт у нас развивается, на самом деле, да, то есть сейчас весь учет добровольской деятельности, как ты отработал волонтер, да, будет... Что там отражается, да? Да, все там отражается. У тебя есть личный кабинет, ты можешь общаться, кидать заявку на какое-то мероприятие, все через этот сайт делается. И у нас есть раздельные порталы в этом сайте, да, и есть отдельный добро-университет. Прям отдельный раздел есть, где у нас есть курсы. Где у нас есть курсы, то есть каждый волонтер, желающий абсолютно бесплатно, может пройти эти курсы. Там буквально более 50 курсов, начиная от основ добровольчества, заканчивая бесплатными курсами английского языка. То есть для волонтеров. Это все сделано для них. То есть на этом сайте ребята могут зарегистрироваться и пройти курсы. И по итогам курса они получают сертификат. Сертификат приходит им на почту. То есть это все большой плюс. Курсы состоят из различных этапов. И это все бесплатно? Это все бесплатно. Это все бесплатно, все для волонтеров. Ну а Илан, скажите, многие же убеждены, что любая работа должна быть чем-то мотивирована. Вот в этом случае, чем вы мотивируете своих добровольцев? Ну мы, получается, добровольцев, конечно, обязательно мотивируем. Это, конечно же, не денежная мотивация, это, конечно же, не материальное поощрение. Для этих целей у нас в прошлом году нашим центром, вот тоже опять-таки в рамках нашего проекта была разработана единая карта волонтера. Это вот скидочная карта, получается, да? Которая дает со-волонтерам, которые отработали не менее 150 часов как волонтер. Либо они участвовали вот в нашей акции «Мы вместе». И что это дает им потом? Это дает им потом в наших партнерах в магазинах различных городах Якутска. Скидки можно? Скидки, да. Абсолютно верно, от 5 до 20% практически. О, ну это уже интересно. И даже бесплатный вход в музей. Это очень существенно. Огромное спасибо, Илан, за интересную и полезную информацию. Я вам желаю удачи и отличного настроения. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепц.